Приветствую подписчиков и гостей канала 5 фактов о бойцах. Немало наших бойцов достигало успехов за рубежом и в числе первопроходцев был русский молот Роман Зинцов, выступавший в профессиональном ММА еще с 2000 года. Зинцов обладал исключительной силой удара, за что и получил свое прозвище. Зинцов дрался где угодно, с кем угодно и никогда не отказывался от боя. После череды успешных выступлений в России он оказался в организации Pride, где на тот момент уже выступали братья Емельяненко и Сергей Харитонов. В первом же бою Роману выпало серьезное испытание. Против него вышел самый бешеный нокаутер в истории – голландец Гилберт Эйвил. Про этого человека надо писать отдельный сборник, но скажу так, он бил судей, кусал бойцов и нападал на нокаутированных соперников. Проблемы с психикой у Эйвила были явные, но при этом невероятно зрелищный и агрессивный стиль боя заставлял организаторов закрывать на это глаза. На Эйвила приходил зритель, на тот момент он был одним из лучших кикбоксеров в мире. С самого начала поединка бешеный нокаутер бросился вперед и начал свою шквальную атаку, но Зенцов был готов. Он вовремя ушел от самых тяжелых ударов противника, подловил его и перевел в борьбу. Спустя довольно длительное время Роман вышел на болевой прием на руку. Казалось, что Роман уже близок к победе. Удивительным образом Эйвил смог выкрутиться и встать на ноги. Разъяренный Гилберг бросился вперед, стремясь как можно быстрее нокаутировать Зенцова и закончить этот поединок. Как только голландец побежал вперед, он нарвался на точный левый навстречу и упал в нокаут. Такого развития событий не ожидал никто. Роман одним ударом одержал победу над столь опасным соперником. Вот так русский молот положил самого бешеного нокаутера в истории и показал настоящую силу и дух русского народа. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на новые выпуски.